на всем привет ребята с вами аберт это новый выпуск это новая рубрика ответы на вопросы сейчас минуточку я это первая серия я буду под каждой серии смотреть какие вопросы задаете так что пишите свои вопросы я без и ваши ваши вопросы обязательно попадут в следующее видео ну а пишите быстрее потому что я не буду уточнять когда именно запишу следующий ролик я в следующем ролике ставлю какие вопросы и я на них отвечу пока не мере как я думаю или точный ответ дам то есть такие вопросы есть такие сегодня у нас будет 10 вопросов и смотря как вы будете писать если вы быстро будете писать то рубрика будет выходить каждый день если вы не будете так уж так писать что не каждый день и один человек может дать много вопросов один подписчик может может хоть 10 вопросов и у нас сегодня два вопроса от хроник хаоса и целых восемь вопросов от робто без давайте конечно приступим к вопросам и первый вопрос от хроник хаоса это мой подписчик самая имбовая пассивка или боец ну в том смысле какая самая имбовая пассивка я считаю вот раньше была самая имбовая пассивка именно набита так сейчас я что-то фигово поставил вот вот так вот будет набита которая новая жизнь но теперь она очень не имбовая теперь я считаю самая имбовая пассивка на фрэнке именно первая пассивка фрэнк забирает силу поверженного врага добавляя к своему урона 50 процентов на 12 секунд это очень имбово у него где-то на максимальном уровне 1250 плюс он еще эти цифры же добавляет и получается громадный урон поэтому это очень имбово я считаю это пассивка имбовая очень имбовая вы просто не представляете но насколько она имбовая кстати если вы могли заметить я выбил нового бойца макс с большого ящика я выбил я думал то что это будет пассивку но оказалось макс так вот насчет бойца я скажу вот тут как бы по ситуации самый имбовый бравлер у кого какой самый имбовый бравлер но как по мне самый имбовый бравлер у меня два самых бобра влера даже 33 можно я скажу 3 давайте первый на третьем месте кого бы я отнес это леончик почему именно леончика так как мы долго на один вопрос отвечаем почему именно леончика потому что у него нормальный урон плюс он еще в ульте и подходит каким-нибудь дальником например кальту или джесси может быть например да он и он просто начинает атаковать и убивает даже на втором месте спайк очень имбовое нападение и он своей ультой может замедлять это реально прикольно и на первое место кого бы я поставил да этаж это шелли да это шели почему она такая имбовая потому что ты накопил ульту нажимаешь ульту удар ульта удар ульта удар ульта и так ты просто можешь всех вынести и короче как то так и пассивки у нее нормальные особенно первое отличное в использование второе среднее так так дальше следующий второй вопрос тоже от хроник хаоса это кого проще прокачивать на 35 ранг как по мне на 35 ранг я вот скажу в режимах да если вы собираетесь в футболе апать то очень будет легко апать фрэнка потому что если тем более у вас есть первая пассивка 2 тоже хорошая 10к хп будете иметь вообще просто шикардос так что поэтому его очень легко в руболе апать если выше дэшер то вам подойдет именно шелька ею очень легко апнуть кубки или например леончик опять же или спайк но это легги поэтому как то так дальше дальше уже пойдут вопросы от робто без и первый вопрос какой из ряд бравлеров самый лучший вот как по мне самый лучший именно бравлер это пока это пока почему я так решил ну смотря если смотреть как какого он уровня если максим есть девятого уровня ну то есть 10 уровня с пассивкой первой то тогда по пока если без пассивки только это конечно же роза из редких бойцов почему я решил что что пока потому что у него первая пассивка силе своих союзников по 700 очков хп и можно сказать то что с трех тык он хилит союзника на 200 хп это штук мбова это почти как как его ульта так что это имбана имбалансная пассивка я кстати пофиксили раньше по 800 он хилил теперь поменьше хилит ну у розы нормальный дома кстати вот розу я бы тоже отнес к самым лучшим редким бравлером самый лучший редкий бравлер но пока он по сути в 3 на 3 режимах если 3 на 3 режимах то пока если в соло шоу дауни то конечно же роза ну и так она подходит короче как то так но это были вопросы с одной стороны которые именно я так считаю то есть может что вы по-другому считаете дальше у кого самое маленькое количество хп и это утика утика самое маленькое количество хп у него на первом уровне 2 200 хп но у меня он 5 уровня 2640 но 2 200 хп на первом уровне это самая маленькая когда еще тика не было ту самая маленькая было 2 400 там было многих бойцов у у ворона у спайку у пайпер руб я ну то есть короче много у по 2 400 но 2 200 и так таких не было таких не было дальше пятый вопрос у кого больше всех скинов и я считаю то что больше всех скинов я не я не смогу сейчас показать все эти скины но либо у воровушка больше всех скинов считаем обычный ворон серый ворон ворон феникс ворон меха черный ворон меха золотой ворон меха синий ворон меха много да скинов много да и второй вариант у ниты у ниты есть не то панда не таку колонита новогодняя также есть сиба и лунита и еще есть по моему все да все если я ошибся да то пишите в комментариях ваше предположение дальше шестой вопрос так нормально да кто имеет больше всех хп ну тут я тут легко фрэнк он у меня на седьмом уровне имеет 83 8320 плюс еще 1100 хп прибавляет губка вторая пассивка носит ну конечно даже без пассивки у него очень много хп дальше седьмой вопрос какой будет новый правлер именно в касается кстати завтра будет бравл толк ну на данное время когда я записываю ролик брал толк завтра будет ну то есть в 14 марта если кто смотрит в субботу или дальше еще в будущем так скажем да какой редкость именно имелась какой редкости ну как по мне он будет я считал легендарным дом он будет а потом передумал мне кажется будет сверх редкий сверх редкий сотка процентов мне кажется это будет сверх редкий дальше следующее у кого самая дальняя ульта у воробушка он прыгает далеко плюс 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 у него еще яд идет если конечно считать именно с ядом если считать без яда то очень самая длинная ульта у биби поэтому как-то так дальше переходим к следующему вопросу у нас осталось всего лишь до вопроса кто сильнее пока или пэм касается но если без пассивки то конечно же пэмушка наша если с пассивками то конечно пока потому что он будет хилить опять же я уже рассказывал про первую пассивку то ну вы поняли да это просто это мое мнение так что мы поняли дальше какие бравлеры вышли в 2019 году это прикольный вопрос но я посчитаю вопрос как бы бравлера которые вышли после релиза то есть ли он вышел в 2018 году но я его все-таки посчитаю ну получается ли он потом вышел джин 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 уже в 2019 вышел в феврале по моему или в январе короче не важно дальше у нас выходит карл так где он вот дальше выходит карл потом выходит роза кстати насчет розы у меня есть видео на канале где я открытие делал алды наверно помнят как какой мне правлер мифический выпал но вы должны алды помнить потом вы выходит роза дальше выходит биби тактик дальше тик выходит если я не ошибаюсь конечно дальше выходит 8 бит да потом с хэллоуинским обновлением добавляют эмс и потом добавляют макса и би вот вроде все и если посчитать то вышло 10 бравлеров если я конечно же все правильно посчитал и на этом вопросы подошли к концу пишите свои вопросы если вопрос не попали все твой вопрос не попал следующее видео или твои вопросы то обязательно попадет в следующем если в следующем не попал то поза следующем точно попадет если ты получил от меня сердечко знаете сто процентов твой вопрос будет видео и всем пока с вами был альберт до новых встреч